Территория не очищена от прошлогодней листвы и горючих материалов, нет аварийного освещения на пути эвакуации, не организовано пожарное водоснабжение на выходе. Самые частые нарушения в детских оздоровительных лагерях. Тольяттинский «Спартак» по мнению специальной комиссии может вообще быть закрыт, но администрация города утверждает, что 1 июня к ним заедет первая смена. Лагерь «Спартак» не готов к приему детей. Я обращаю внимание на данный вопрос, особенно сейчас, когда за последние двое суток выгорели жилые помещения в Сибири, которые находятся в лесной зоне. И данный лагерь также находится в Ягодинском лесничестве. Сейчас это прозвучало в докладе. Поэтому по вопросам обеспечения пожарной безопасности лагерей с граничными лесными массивами подходить нужно очень ответственно. Все мероприятия текущего характера уже устранены. Установлен стрелец, мониторинг, обеспечивается пожарная безопасность в качестве бойлера и дополнительного бассейна с водой для организации тушения возможных пожаров. Лагерь находится в лесу Ставропольского района в Ягодинском лесничестве. На данный момент произведена опашка периметра лагеря. В Самарской области 738 оздоровительных лагерей. Из них 58 круглосуточного пребывания. Проверка МЧС показала, что наиболее проблемными можно назвать 7. Это Тихие озера, Россия, Космос-2, Спартак и другие. В остальных тоже немало недостатков, о которых комиссия говорит уже не в первый раз. У людей, которые берутся за оздоровление детей в летний сезон, ответственность пока еще недостаточно высока. И для того, чтобы впредь такого больше не было, мы должны сделать все, чтобы выработать систему этой подготовки, систему отбора данных учреждений, чтобы выработана была система взаимодействия между учреждением лагеря на соответствующие территории и муниципальным районам. Пока такого взаимодействия мы не достигли. У начальников лагерей остается всего два дня, чтобы устранить выявленные недостатки. Иначе они не получат разрешение на работу и не смогут принять детей 1 июня. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.